Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем обзревать наше железо, наш синтезит, и, соответственно, у нас в гостях Сергей. Мы месяц выравнивали ему ферритина железосывороточная, ну, такая небольшая анемия произошла, возможно, по той причине, что у нас Сергей владает повышенными физическими нагрузками, работает человек массажистом, соответственно, и никогда не проверял железо. И вот начал заниматься, у Сергея будет свой отзыв, но, честно говоря, я до сих пор скептически отношусь к повышениям силовых, может быть, потому что у меня лично это повышенные нагрузки, и я пока дозировки железа не прибавлял, и не могу сказать, что вот как-то у меня силовые прибавятся. Но, однако, у Сергея другое мнение. Сергей, расскажи, пожалуйста, что именно у тебя произошло в зале? Ну, смотрите, когда я, до того, как я, ну, начал пить железо, я ходил в зал, и очень были показатели слабые. Ну, я в плане того, что я не мог много заниматься, не мог много, ну, поднимать, да, скажем, вес. И меня это очень напрягало, потому что занимаюсь как бы, ну, немало, а весовые, ну, не поднимаются у меня. И потом мы что-то с Сергеем Олеговичем посидели, поговорили, говорит, пропей, попробуй железо. Я говорю, хорошо. И я его пропил. Прошло сколько? Сколько прошло? Месяц. Месяц прошло. Это прошло, вырос ферритин. Ну, кстати, у меня уже... Здравствуйте, вы к нам? Нет, пока нельзя. Ждем, да? Я вырежу. Через недели три я бы сказал, что уже были результаты у меня, начали увеличиться нагрузки. И причем в таком хорошем ключе достаточно. И очень, ну, как бы, ну, выросло намного силовое у меня потенциал. Так что я доволен результатом. Надо будет продолжать это делать. Ну, как продолжать? Мы будем, конечно же, следить, потому что я напоминаю, что оно может быть токсично, если мы его перепьем совсем. Но, однако, вот поддерживать некую, соответственно, некий баланс железосыворочного ферритина необходимо. И в нашем случае, повторюсь, мы с Сергеем проговаривали, да, даже такие моменты, что у нас нет геморроидальных проявлений, нет каких-то там, я не знаю, проблем с кишечником. И мы проверялись, правда, полгода назад, но проверялись. Вот, то есть, но, действительно, человек работает массажистом, и ходит в зал, и, соответственно, ну, действительно, потребление. Сколько у тебя вообще человек в день бывает? Ну, скажем так, ну, до 10. И потом ты можешь еще пойти позаниматься? Да, конечно. Ну, просто офигеть. Просто это вообще там типа общий. Сколько общий массаж в лице один? Ну, скажем так, ну, час. Ну, час в среднем. Вот, ну, все равно, в общем-то, попробуйте просто час постоять у стола, кто не представляет, и даже, я не знаю, какую-нибудь бумажку походить вокруг стола и поворочить. Вот, а тут целые тонны мяса человек разминает. Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, ну, этот дефицит достаточно был такой объективный, ну, то есть, он не мог не произойти из-за повышенного физического труда. Но, опять же, мы это все будем сравнивать, выяснять, исследовать. А пока от вас ждем, чтобы вы подписались на канал. Мы можем снять тренировку с Сергеем. Там достаточно, ну, такие интенсивные тренировки, да, несмотря на то, что, ну, человек не набирает какую-то там огромную, у него нет цели набрать мышечную массу. Но, так скажем, как такой легенький кроссфитер, он вполне себе. Вот, так что пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть тренировочку Сергея, как она проходит. Вот, а с вами был доктор Крацев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья! Субтитры подогнал «Симон»!